Любовь в еврите может быть в различных выражениях. Например, слово «ахава» – это тоже любовь. Ахава. Это как глагол «ахава» – проявление любви. Так же такое слово есть «рахам». Слово как «рахам», да, вот «милость» мы говорим, да. Но как проявить милость без любви? Понимаете, да? Это слово, которое… Любовь, да, вот выражается через милосердие, через вот милость. Любовь через любовь. Любовь через милость. Милосердие. Сердце. Сожаление. Да, да, я говорю это слово «рахам». Не «рахэм», а «рахам». М. М. Щедрость. Чувство родства. Благорасположение. И там же, как бы, в этом же слово, это слово еще означает «любовь». Понимаете, да, как бы? И еврит, он очень, как бы, сложно, вот даже его выразить как-то таким образом. Мы пойдем к греческому мышлению. Там четко разделено. Раз, два, три, четыре. В еврите он немножко сложный, потому что даже слово, там есть, как бы, проявление любви и противостояние. Просто вот это слово «противостояние» на еврите сочетается с любовью. Понимаете, да? Но это еврит, который построен именно каким-то образом. «Я не соглашаюсь с грехом». То есть, любя Бога, я противостою греху. Я сейчас не помню, как там написано. Это тоже любовь. Еще одно слово, как «хамад». «Хамад». Не «хамас», а «хамад». «Хамад». Да. Благоволить. Услаждаться. Вожделение. Да, сладенькое. Жадность. Красота. Приятное. Вы поняли, да, как настолько глубже идет любовь, чем мы, как бы, просто особо понимаем. А на оттенке разные. Поэтому, как бы, сам иудаизм, он закручен в тем, что не реагируя на первую реакцию человека, пока ты не обдумаешь о причине, причине, что происходит. Написано, чтобы, жадность к деньгам, да, любить деньги. Слово «любовь» – жадность. Это, как бы, тоже та же любовь. Но она более негативна. Да, вот мы же жадны. Как лань, как лань жаждет воды, так я к тебе, Господь. То есть, сравнивать с жаждой в Боге. Или жадный. Я жадный в Боге. Интересно, да, такие сочетания. Мы даже никогда не думаем об этом, но это тоже побольше, да, 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 побольше к себе Бога. И тогда взвешивается к чему? К земному или небесному? Вот, понимаете, вот где разделение происходит. И там, где вот начинается действие закона, молитвы Шма. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всеразумением и всей крепостью своей. Для чего? Чтобы было тебе выгодно. Чтобы тебе было выгодно, что у тебя есть Бог. Помните, я говорил давно, пригласите Господа в свой бизнес, дайте Ему 10% вашей прибыли, и Он от этого не откажется. Мы должны пригласить Бога, чтобы пригласить, надо полюбить Его. Приходящий к Богу должен верить, что Он есть. А если есть, то Он воздает. Воздает чем? Надо сказать, плохо. Что получится? Что заслужил, то получил. Нет, на самом деле Он предлагает, предлагает благо свои, свое присутствие, свое устроение. Но также, мы говорили, не только наслаждение является стороной любви, но и страдание. Также вторая сторона любви. Ну, смотри, я понимаю, мы должны его любить независимо, но мы люди, человеки, да, и наша потребность в земной жизни, она всегда и будет. Поэтому и в горости, и в трудностях мы должны любить Бога, понимая, что время наше страдание производит терпение. Мы это Якова, да, читаем, что время наше страдание производит в нас терпение. А терпение производит совершенные действия, то есть совершает нас по правильным делам. Первое, это то, что ты идешь к Богу к вопросам, как решать его. Долго ли, коротко? Он скорок, но не дает сразу. Ну, почитай, да, почитай. Я был в обиде на Творца, за то, что не было сапога, пока я не встретил молодца, который был без ног. Да, я был в обиде на Творца, когда я был без сапог. Ну, да, правильно. Но стал благодарен Богу, когда встретил молодца без ног. Видите, мы понимаем, вот в еврите любовь именно раскрывается, именно такой глубиной вещей. В греческом положении так идет, как бы, есть четыре слова, которые используются в греческом словаре или жизни. И то, что мы видим, как бы, в Писании и общего разговора. Ну, я понимаю, что что-то им не докрылось, они из девсов поклонялись. Но, первое, которое, это слово «эрос». Греческое, да. Чаще всего это слово используют для плотского, либо физического, сексуального поведения. Ну, не совсем, как бы, это то, что Бог в нас вложил. Плодитесь и размножайтесь. Это «эрос». Тянет нас к сестрам. Братьям, сестер, как бы, тянет к братьям. Вот это «эрос». От этого слова происходит «эротика». Это эгоцентричная любовь. Что я могу с этого получить, с этой любви? То есть, плотской любви. С любой любви должна быть, ну, как бы, сказать, выгода. Но здесь идет такая любовь, которая, твоя природное состояние, как бы, что я могу, как бы, это получить? Инстинктное, как бы, животное состояние плодиться и размножаться. Но человек, почему-то, по какой-то причине этим занимается, не думая о детях. Знаете, я говорю, этим он занимается, не думая о детях. Я думаю, что собаки и эти саввы тоже не думают об этом, но их просто получается. Но вопрос у них, это выработано, положено в генетику, у нас положено это в отношения. И эта любовь «эрос», она самоцентрична, эгоцентрична. Это любовь, которая хочет доминировать и получать наслаждение от того, что он доминирует. Эта любовь, во-первых, как бы, она заложена в наших генах, Богом, программированная Богом внутри нас. Но познаем эту любовь путем мирского изучения образа жизни. То есть, влияние, чаще всего, это влияние мира на нас. Она внутри нас, как бы, есть, да, вот. Но познаем, как бы, эту любовь, то есть, развращаемся. Этот мир возвращается по принципу мирского подхода, не Божьего. Вы скажете, для чего, какая цель Бога была в том, чтобы вложить нас в этот эрос, внутри нас? Понятно, что это, первое, как бы, пополнять землю. Но если бы это было бы нашей целью, пополнять землю, была бы катастрофа, да? То есть, эрос вложен в нас, чтобы сделать, ну, архитер... 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 Да. Нашу индивидуальность. Что я имею в виду? Если бы не выявляла этот эрос, не выявляла нашу индивидуальность, мы бы были серыми мышами, и нас бы ничто не привлекало. Но, ну, да, мы бы, ну, не то, что предчувственные, мы бы, мы бы не прихорашивались, мы бы не одевались таким образом, мы бы не делали прически и так далее. Ведь, понимаете, собаки, коты и так далее, прически не делают. Ну, очень долго прихорашивались. А? Я говорю о том, что это вырисовывает, характеризует нашу индивидуальность. выявляет наши, если так, сестер, это феминистический образ, да, более элегантность такая приходит, чувствительность. Знаете, такая, эта любовь проявляет это все, сентиментальность такая. Мне так было плохо. Ну, на самом деле. А? А? У мужчин, да, вырабатывает такая, вот он такой кавалер, да, такой. Да. Да, я не знаю, посмотрели здесь, где, где. Потом с бесстрашия вырабатывает характер. Вот именно Эрос, он толкает на какие-то боевые действия, там. Про Эрос, про это, написано больше всего. Проявляет, Эрос проявляет вот эту галантность такую у мужчинок. Вы заметили, да, такое, если кто-то замужем уже давно или были замужем, то ваш кавалер, он всегда за вами сначала ухаживает, потом он такой весь, весь все умеющий, все могущий, еще плюс такой ухаживающий. А потом, когда женится, потом, ни того, ни другого, и все. Завоевал все мое. Кому? Эрос закончился, а только остался цирус. Головная боль. Да, такой. Ну, на самом деле, это метод проявления. Также, вот этот Эрос, который подталкивает нас на внешность, на скрабрость, на ухаживание и все остальное, как мы это делаем, отделяет нас фактически от животных. Хотя мы видим животный мир, он тоже там дерутся, там как бы танцуют, но у них чаще всего это стадное состояние, понимаете, да? У нас, да, дуэлик. Но этот момент, это очень важно, что это отделяет нас от животного мира. Эрос проявляет в нас этот артистизм. Мы начинаем думать, как это преподать, что-то будет, романтику. Это устраивает Эрос, любовь, которая вложена в нас. Он нужен для компаньонства, то есть не быть одинокими. Эрос не хочет никогда быть одиноким. Но вы должны понять сразу, что не может быть только полного Эроса у нас. А то будет полный сцурис. Эрос, то есть любовь, которая вот по плоти, да, чувства, они всегда связаны с другими чувствами любви. Всегда. Того, что нет у зверей и тварей. Оно связано с филио, чувствами. Такое еще есть с торги, с торги, да, с торги, да, и агапы. Мы дадим до этого, семейное это отношение, да. Оно связано, оно связано, оно связано между собой. То есть Эрос не может существовать сам по себе. Вы скажете, а что делать, когда климакс наступает? Либо Эрос никакого, да? Видите, это все равно, мы часто говорят, что, ну, аббазируем, что Эрос – это только секс. То есть то, что нас тянет к сексу. Но мы пересмотрели, что Эрос, который внутри, он выражает нас, как личности, чтобы привлечь. Филио, да, чувство, они не привлекают, это просто чувство. Или же с торги, это семейные отношения. Но на самом деле, на самом деле мы хотим, чтобы нас любили. А чтобы нас любить, мы хотим красиво одеваться или привлекательно. И как бы так, чтобы мы были, ну, как бы так, сладкими в этом направлении. И должны понять, следующее, филио, второе слово – это филио. Это именно греческое. Это, да, это греческое. А Эрос тоже было греческое. Эрос тоже было греческое. Ну, мы поняли, что филио – это чувство, да? Чувство. Нет, это, больше всего, это любовь, проявляющаяся в социальном нашем связи. Да, да, в дружбе. Чаще оно не тянется к сексу. Оно не вырабатывается. Это наши отношения, наши дружеские отношения, наши разговоры, наша привязанность. Может закончиться, если бесконтрольно. Ну, поэтому, Писание говорит, чтобы не было мужеловства, не было католожства и все остальное. Любовь к зверям тоже может быть разная. Я вас умоляю, что это самое. Что только не извратить, все, что дышит. Можно вас на чашку чаю. Чаще всего эти чувства, вот эта любовь или отношения филио, они базируются на каких-то интересах общих. Понимаете, мы увлечены чем-то. И наша дружба между людьми, она филио, это чувство, которое нас привлекает вместе. Мне, может быть, не нравится внешность, его разговор, но нас соединяет что-то. Не, да. Это никакого секса, никакого всего. Хотя, может быть, некоторые соединяются по возрасту секса, больные на голову. Но не в этом. Есть хобби различные. И то, что соединяет рыбалка. Рыбак рыбака видит сдалека. Что, любовь большая? Нет, это как бы то филио, то чувство. Практикуется это быть дружелюбными, быть открытыми, гостеприимными. Вот так проявляется это чувство любви к филио. Помните, вы говорили, что Эрос не может жить без филио. Зачем для Эроса, для любви, которая у нас есть, заложенная Богом, нужна подружка филио? Филио. А? Зачем нужно? А? Развиваться отношения. Отношения. Ежедневные. На, на, есть для ежедневных отношений. Ежедневных. Да. Потому что 24,7, 360 заниматься сексом невозможно. Я понимаю. Как раз, как раз, есть время прикрашиваться перед следующим заходом. Нужно филио, чувство, которое развивается в дружбе. То есть, фактически Эрос нуждается в чувствах любви. Вот эта любовь, чувств. На каждый день, каждый день нашей жизни. Оно созидает атмосферу дружелюбности, условий, как бы таких, поддержки друг к другу. А также, как бы, и захватывает нас в дух, знаете, вот, неизведанного. Вот, как раз филио нас толкает на, вот, например, какие-то такие чувства, прыжки с парашютом. Экстрима, да, такое. Вот, и в Эросе тоже должен быть плюс филио, какой-то экстрим. На подвиги, да, потому что на подвиги тянуло, семейные. А? Ну, имеется в виду, да, имеется в виду, да. Не, не известно, понятно, понятно, да. Это развитие личных взаимодействий. Правильно, там, как бы, что попробуй, там. Моя жена до сих пор еще не покаталась на мотоцикле, поэтому толкать ее на этот филио, я думаю, что не стоит. Лучше заниматься другим. Вот так. Но на самом деле, как бы, это часть, которая толкает нас на какие-то такие экстремальные какие-то действия. Даже свадьбу сделать. Ему можно сделать по одному, а вот филио, да, не Эрос толкать на свадебные какие-то такие приключения, там, там, езда на машине, что-то еще. Это толкает тебе филио, чтобы пережить какие-то такие основные. Я вас, да. Я прошу. Я понял, что я знаю. И поэтому появился Давид, возлюбленный, любимый. Третье – это сторги. Третья часть любви – это сторги. Сторги. Это больше семейная связь. Семейные связи. Отношение детей к родителям, родителя к детям. Но очень интересно, что, я сейчас возьму, почитаю здесь вам из библейской циклопедии о любви. Глагол филио, мы вернемся к филио. Местописание Луки, 7 глава, 37 стих, 45 стих, Деяния апостола, 20 глава, 37 стих. Эти слова употребляются, когда речь идет о любви Бога к Иешуа. Филио идет там, где отношения родителей и детьми. Там же слово употребляется и филио, и сторги, отношения между отцом и сыном. Матфея, 10 глава, 37 стих. Иоанна, последняя глава, 21 глава, там, где Иешуа спрашивает, ты любишь меня, Агапе? И он отвечает, я филио, да? Но также идет такое состояние, где мы должны поворачиваться от филио к Агапе. Послушайте, мы не знаем, на каком языке он говорил. То, что мы имеем сейчас в оригинале, да, это версия, которая пришла уже там задолго после его смерти. Поэтому оно было написано и, может быть, переписано на греческий язык. Потому что постановление, например, словосочетание, которое происходит на греческом языке, оно не соответствует греческой грамматике. А больше на еврейскую грамматику похоже. И мы можем себе просто подумать о том, что оно было переписано для греческого мира, в котором существовали люди в то время. И поэтому я думаю, что когда Александр Македонский захватил весь мир тот и превратил греческую культуру как одну из важных, оставило такое основание для того, чтобы потом проповедь Евангелия могла проповедана быть везде. Путически в том мире, где это и существовало. Там проповедовала была Евангелия. Вот такой момент. Я не думаю, что именно первоначальные письма, которые писались в разные места, были написаны на греческом языке. Может быть, какие-то. Может быть, Луки, может быть, было написано на греческом и переписано. Но основные письмена, по состоянию их, как они написаны, больше идет еврейский оборот мысли, чем греческий. Поэтому я не могу тебе сказать, почему Иисус говорил, ты филио, филио. А потом говорит, я тебе, агапа, агапа меня, я тебе филио чувствую. Друг, друг, сердечный. Экстрим. Экстрим. Я думаю, что Иисус говорит, поэтому пошли, я тебе покажу экстрим. Хочешь умереть, умерешь вот так. Вот момент. И здесь идет еще такое выражение, что агапы идет… Так, сейчас скажу. Ну, мы-то перейдем к этому. В септуагинте представляются все оттенки. В септуагинте, написано, представляются все оттенки значения слов филио и агапы. При переводе с современного языка бывают трудности. Здесь написано, потому что в еврите оно имеет восемь различных значений, как и жалость, чувство, благоволение, страсть и так далее. То есть, где перевод должен был быть, трудности имели. Как перевести, филио или агапы. Понятно, да? Поэтому я думаю, что у нас там в Польше, когда написано, как Амнон возлюбил Фомарь. Да, там полностью это самое… Хоман со страстью такой. На самом деле, сторги – это семейные отношения, которые открыты для перемен. Мы изменяемся в наших отношениях, мы растем отношениях семейных, но они… есть узы, которые неразделимы. Сторги означает больше как принятие. Такие, как есть. Вот он такой у меня. У меня Семаш Лапар, но он такой. Понимаете, да? Вы видели, как больше всего еврейские дети, бывает, что еще как бы… Ну, не все еще как бы развилось. И все равно, мой Сема самый умный. При всех отношениях. То есть, это трудности. Как мы должны учиться чувствам фили и сторги? Чтобы научиться этих вещам, нужно научиться трем вещам. Ну, как бы научиться фили и сторги – это в семье, в семейные отношения. Мы должны научиться трем вещам. Первое, что счастье, помнить, что счастье – это всего лишь одна сторона медали. Но страдания позволяют усилить любовь, которую мы имеем. Страдания становятся мерилом, который открывает ценность, глубину, и ответственность любви. Понимаете, да, что я говорю? Именно в сторге и филио – это чувство, которое мы переживаем в семье, которое имеет не только одну сторону счастья, которое мы переживаем. Родился у нас ребенок, вот такие мы счастливые. Но и страдания, которые открываются, это как мерила нашей любви. Именно в этих отношениях. Если мы не научимся этим чувствам преодолевать и понимать хотя бы, что страдания являются проявлением любви, тогда просто наша любовь становится эросом животного мира. Волки, собаки, козы, не имеют сострадания. У них нету чувства такого как бы сострадания. Они экстинкто все делают. Эстинкто облизывают, притягивают, привязывают это все. Но когда говорится о чувствах, эроса, размножения, все, там нету сострадания. Есть какие-то вопросы у вас. Второе. Мы должны отказаться от быстрого результата своей любви. Что я имею в виду? Когда мы хотим жениться, или как бы чувства, которые проявляются, у нас мультик включается сразу. У меня будет все так классно, и все причем так хорошо. Почему-то мы не проживаем, не можем прожить всю жизнь сразу. Мы ее чувствуем, как будто у нас будет лучше всех. Да, быстрый результат этой любви. Мы зажигаемся, вот это состояние эроса, вот это все. Включается филио, да, вот это дело. И потом и сторги. То есть семейная точка, мы завязываемся в этих вещах. И если мы начинаем думать, что мы реально быстро все сделаем, построим, нам нужно отказаться от этого. Это всего лишь сон и неправильное начало. Любовь, она имеет в себе две стороны. Счастье и страдания. Страдания, которые мы должны переносить каждый день. Третья последствия. Когда мы ищем счастье, она всегда встречается с парадоксом. Знаете, такие вещи происходят. Ты просто удивляйся, что происходит. Парадокс. Не ожидал этого. Нет, нет. Спасибо. Поверьте, что Филио и Сторги и Эрос нуждаются в Агапе, потому что без него мы, именно без Агапы, мы и будем всегда пытаться людей подвинуть на свою сторону, то есть как бы манипулировать этим. Агапы никогда не манипулируют, мы говорим так, образно так говоря. Настоящая любовь, она освобождает людей. Настоящая любовь, она позволяет другому человеку развиваться. Настоящая любовь ценит свободную волю. Выбор, свободный выбор, можно так сказать. Никогда не порабощает. И этому нужно учиться. Хорошо. Наш сегодняшний урок…